Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале! И сегодня вы узнаете, а быть может просто вспомните о настойке, применяемой при наличии боли в суставах, которую готовят из ростков картофеля. Сейчас зима и тем, кто живет в частном секторе и выращивает картофель на своем приусадебном участке, приходится перебирать картофель в погребе и удалять ростки для его сохранности. Вот эти самые ростки и можно использовать для приготовления настойки. На самом деле все очень просто. Для приготовления настойки отделяем ростки от картофеля, промываем их в холодной воде, расстилаем на полотенце и даем стечь воде. И наполняем ими стеклянную банку. Банку наполняем неплотно, оставляя сверху свободное место, после чего заливаем водкой так, чтобы растительное сырье было покрыто водкой полностью. Банку плотно закрываем и настойку ставим для настаивания в темное место на 15 дней. Периодически встряхиваем. Готовая настойка должна иметь темно-коричневый оттенок. Готовую настойку нужно процедить через марлю, отжав сырье. Настойку из ростков картофеля применять очень просто. Вечером, перед сном, растираем в ней больной сустав, после чего укутываем шерстяным платком или шарфом и ложимся в постель. Напомню, что после растирания руки нужно тщательно вымыть. Или можно из готовой настойки применить компресс. Для этого в настойке смачиваем марлю, сложенную в два слоя, прикладываем ее к больному суставу, сверху прикрываем хлопчата бумажной сухой тканью, полиэтилен не применяем, и укутываем шерстяным шарфом или платком и ложимся в постель. Данная настойка помогает снизить болезненные ощущения, снять воспаление и отечность, улучшить подвижность сустава. Все дело в том, что в составе ростков картофеля присутствует алкалоид солонин. Именно поэтому настойка, приготовленная из побегов картофеля, обладает прекрасным противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Если у вас нет приусадебного участка и погреба, где хранится картофель, тогда вам нужно пойти на рынок или в магазин и выбрать картофелины с отчетливо видными глазками. Потом этот картофель складываем в полиэтиленовый пакет, завязываем его, оставляя в теплом помещении. Через некоторое время из глазков появятся росточки, их и используем для приготовления настойки, а картофель можно просто съесть. В конце ролика хочу напомнить, если у вас болят суставы и ничего не помогает, ни один народный рецепт, то обратите внимание на препараты, которые вы применяете. Возможно, препараты для снижения давления, применяемые вами, провоцируют накопление мочевой кислоты у вас в организме. И тогда, конечно же, пока вы не уберете причину, боли останутся. Так, мочегонные препараты, о которых я рассказывала в своем ролике, ссылка на ролик будет в описании, провоцируют скопление мочевой кислоты в организме, в том числе в суставах. А в суставах разных и в коленных, и в локтевых, и в суставах пальцев, рук и ног. Так что обратите на это свое пристальное внимание. Итак, сегодня вы узнали или, быть может, просто вспомнили, как приготовить настойку из ростков картофеля, для того, чтобы снять боль и воспаление в суставах. Напоминаем, информация на канале дана для ознакомления, и перед ее применением посоветуйтесь с врачом. Ну а на сегодня это все. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Если ролик был вам интересен и полезен, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. Ну а на сегодня это все. До следующих встреч. Пока!